Виктор, только что закончился конкурс, вы только что награжали победителя, вот насколько тяжело было в этом году выбрать победителя? Вы знаете, на любом конкурсе всегда тяжело выбирается победителя, да, и с каждым годом как-то так получается, что думаешь, ну, вот сейчас они приедут, и как-то все так вот, не получится никогда, первый, второй, третий, всегда идет какой-то разговор, диалог и борьба, может быть, за каждого из своих. У нас пять членов жюри, каждый имел своих фаворитов, и мы очень долго-долго обсуждали, но нынешний гран-при, это уникальный гран-при, это, во-первых, школьный коллектив, и носит такое название высокое имени Станиславского, да, и к нему было пристальное внимание у нас, так как все-таки они взяли такое, вот, и они просто оправдали, не только оправдали вот это имя, и у них великолепный руководитель, и поэтому то, что они показали, это был такой настолько единый механизм, единые, и дети, молодые, красивые, влюбленные в театр, это было что-то нечто, и они великолепную тему привезли в Белью, поэтому, в принципе, конечно, была у них дикая конкуренция с театром «Виват», но чаша весов перевесила в их сторону, с чем я их и представляю. Вы долго отбирали участников, как вы считаете, конкурс удался в этом году? Ну, вы же сами, опять же, видели, как вы помните, Белина, первое, мы брали, тоже интервью, как зал принимал, да, то есть и первое отделение прошло на Урал, второе отделение прошло на Урал, и награждение, что самое интересное, дети, которые не стали лауреатами, они, опять же, поддерживали наших победителей, поэтому это как раз то, что хочется, атмосфера, дружба, и чтобы дети что-то научились, приезжая к нам на танку, с чем это не научились.